Следующий враг человека — это сила, которая человека направляет в одно русло жизни, которое засасывает в него всё. Это как, знаете, как, допустим, что-то потянуть, и за это вытаскивается всё, что было у человека. То есть взять как бы… Ну, есть такой анекдот про Буратино. Буратино, когда родился, у него была гайка на носу намотана. Вот. Ну, решили открутить гайку. Открутили гайку, у него ноги отвалились. Вот так работает вот этот следующий враг человека, который называется «жадность». Враг разгубил. Жадность означает сверхценная идея. Каждый человек нуждается в жилье, в комфорте, в деньгах. Это несомненно, несомненно. Но если эта нужда делает так, что человек не может жить, а он только работает всё время, то это называется «жадность». То есть человек не видит жизни. У него нет отношений с детьми, нет отношений с женой, нет отношений со своим здоровьем, нет времени молиться, нет времени в отпуск съездить, нет времени общаться с друзьями, нет времени нормально покушать, он в забегаловку забегает, быстро захватывает, опять работать. Если человек всё время, цель жизни только работа, 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 чтобы получить чуть-чуть комфорта больше, чем у тебя есть, то значит ты теряешь саму жизнь. Что такое жадность? Жадность — это враг человека, который не даёт человеку жить. Человек живёт и не живёт одновременно, потому что он что-то ставит выше, чем сама жизнь, какую-то цель. Ему кажется, что это лучше, чем сама жизнь. Ну даже если, знаете, я видел такой мультик в детстве, там показывали всякие тыквы, там, с чиполина, там всякие, и они жили в маленьких будочках такие, они еле помещались туда, и вот одна тыква такая, она вот в ней будочка, и она такая счастливая, у ней домик вот прямо как раз размерами саму тыкву. А потом я изучал древнюю культуру вообще всех вот народностей и узнал о том, что у людей раньше жильё было, ну, как минимум в 4 раза меньше, чем у нас сейчас. То есть у них были маленькие квартирки, как наши комнаты, и они там счастливо жили по многу людей сразу. Фактически нужно было просто место, чтобы поспать. Люди не жили в доме, они все жили на улице, они общались между собой, они имели землю там, вспахивали её. То есть домик был, чтобы там просто посидеть, покушать и поспать. Он не был, чтобы там что-то делать, там ходить, гулять, бегать там. Ну просто там нужно было место для сна и всё. Вот это для этого был домик раньше. Сейчас понятие домик поменялось, это там некоторые, даже я знаю, один бизнесмен сделал внутри дома у себя футбольное поле. Замечательно. Есть где теперь в футбол поиграть. Вот. Ну как бы так. И на этом же наживаются. Вот это жильё, которое сейчас нам продают, оно же столько не стоит на самом деле. Мы посчитали, вот мы сейчас в деревне живём, там, чтобы построить дом, реально, надо очень мало денег. Ну построить дом, чтобы себе, там копейки нужны вообще. Но такой дом никто не примет, не сдаст в эксплуатацию. Понимаете, да? Как всё устроено, интересно. Ну то есть, за это желание жить в своём доме зацепляется весь бизнес. И это всё накручивается бесконечно сильно. И кроме того, у людей появляется чувство определённых стандартов в жизни. То есть, что вот ниже стандарт нельзя жить. Это значит, что надо больше, и больше, и больше, и больше, бесконечно больше работать. Подумайте об этом. Это важно. Потому что мне уже многие люди говорили, что здесь, в Израиле, есть такая проблема. Что люди теряют себя в деятельности, забывают про всё, про семью, про детей. И, может быть, не стоит так уж сильно упахиваться-то. Надо как-то подумать о своей жизни, может, больше. Есть ещё интересный один момент, знаете. Это называется западня или замкнутый круг. Жадность создаёт замкнутый круг. Я в Индии видел одну женщину, она с кирпичами вот так ходила, строила дом. Я подошёл к ней с переводчиком, и мы поговорили. Я спросил её, почему вы так тяжело работаете, вам почти не платят. Она говорит, мой отец работал, мой дед так работал, мы неграмотные. Я больше ничего не могу делать. Я говорю, вот посмотрите, вот в храме живут ребята, люди просто идут в храм. Это правда в Индии. Многие сельские люди идут просто в храм. Там делают простую работу. Постепенно они изучают грамматику, они изучают философию, они изучают, как молиться. Они становятся очень просвещёнными. Проходит 10 лет, вот этот молодой парень, допустим, пришёл жить в храм из деревни, он на Горску Риса до этого жил. Он проживает в храме 10 лет, и дальше он общается с очень влиятельными людьми, богатыми, рассказывает им о Боге. Понимаете, то есть человек становится очень развитым за 10 лет. И в результате он потом, когда из храма уходит, там женится, у него появляется очень развитый бизнес свой. И он просто и небо, и земля от своих родителей, которые в деревне остались. Небо и земля, понимаете? То есть вот смотрите, человек посвящает свою жизнь чему? Духовному и нравственному развитию. Именно не материальному развитию, не то, что он идёт в институт учиться, он посвящает свою жизнь духовному и нравственному развитию. Понимаете? Вот в чём заключается интересный момент. Если уж говорить об уровнях жизни, знайте, что везде и всегда люди, которые имеют высокие возможности финансовые, эти люди все имеют также очень сильный нравственный облик. Пускай они даже его теряют в результате богатства, но изначально основа именно такая. Такие люди, которые имеют большие деньги, они всегда очень проницательны, они способны видеть добро и зло, они способны правильно общаться с людьми, они способны понимать, как устроено всё это общество. Это означает благочестие. Благочестие всегда завоёвывается с помощью добрых дел. Если человек добрые дела делает, он получает такие возможности видеть, как всё происходит в этом мире. И тогда у него нет большого необходимости сильно упахиваться, для того, чтобы иметь деньги. И так человек должен находить время. Пускай у вас скованная жизнь, допустим, много работает. Ничего страшного. На работе слушайте лекции, если есть возможность, всегда на дороге едете, слушайте лекции. Дома молитесь, бегайте по свежему воздуху. Есть время, уделяйте его здоровому образу жизни, молитва жизни святых людей, изучение священных писаний. Уделяйте время свободное не просмотру кинопередач. Там люди смотрят телесериалы, эти «Мёртвые не потеют», 556 серия. Они никогда не вспотеют, понимаете? Всё одно и то же. Вы даже знаете, конец какой будет. Не смотрите, это всё просто пустая трата времени. Лучше посвятите свою жизнь тому, что вас разовьёт в конце концов. Работает человек — это хорошо. Работать человеку не поможет. Ваша работа вам не поможет. Но вам поможет ваше развитие. Если вы… А теперь надо дверь открыть наполовину. Вот так, как она открыта, только наполовину. И тогда будет нормально. Если вы будете развиваться нравственно и духовно, ваш статус жизни поднимется само собой. Поверьте мне, это так. Я много раз это видел в своей жизни. Ваши качества, характеры меняются, и меняются ваши возможности иметь средства. Меньше уже работать надо будет в жизни. Есть два варианта меньше работать. Один вариант. Если у человека очень сильные возможности, потенциал, он просто становится лидером в обществе. И поэтому меньше работает. Есть второй вариант меньше работать. Человек, у которого меньше возможностей, влияния в этом мире, меньше силы внутренней. Он, когда развивается как Личность, он понимает, что ему и так хорошо, ему больше ничего и не надо. Ему хватает то, что он есть, он становится счастливым и работает по минимуму, просто испытывает счастье в жизни, и всё. И то, и другое одинаково хорошо. Понимаете или нет?